Здравствуйте, это компания Viva Telecom и мы сегодня вас познакомим с технологией отслеживания состояния аккумуляторных батарей ну и поддержки соответственно от компании Motorola называется данная технология IMPRESS расшифровывается данная аббревиатура следующим образом Intelligent Motorola Portable Radio Energy System то есть что она позволяет делать она следит за состоянием аккумулятора и зарядные устройства с поддержкой данной технологии могут восстанавливать аккумуляторную батарею в случае необходимости тренировать естественно получать данные о количестве зарядов о состоянии аккумулятора текущем о потенциальном состоянии аккумулятора проводить калибровку и восстановление сколько по количеству данных аккумуляторов и зарядных устройств сейчас у Motorola только для серии GP можно найти около 50 штук разных аккумуляторов и зарядок соответственно технология IMPRESS уже давно используется были еще аккумуляторы на серии GP профессиональную в настоящий момент то что у нас есть из профессиональных станций к линейкам 2000 серии к 3000 серии к 4000 серии есть такие аккумуляторы с технологией IMPRESS то есть как узнать поддерживается технология IMPRESS или нет на аккумуляторе она всегда обозначена на зарядном устройстве соответственно тоже ну и на сайте понятное дело что на каждый аккумулятор зарядное устройство эта технология расписана если она поддерживается сегодня что мы затронем в ролике то есть есть вот такое устройство называется оно NNTN 7392 это устройство именно для чтения данных об аккумуляторной батареи ну или о ее состоянии я сейчас на этом подробнее остановлюсь также если вы используете батарею IMPRESS вы можете посмотреть и в своей радиостанции если она у вас с дисплеем можете посмотреть состояние аккумулятора и самой радиостанции непосредственно то есть вот емкость текущая первое использование когда было данной батареи и какая у нее потенциальная ну то есть какой еще срок службы у нее то есть батарея новая соответственно срок службы у нее 100% ну то есть это вот только три параметра вы можете посмотреть на радиостанции с дисплеем само устройство для чтения оно дает естественно больше данных сейчас мы остановимся на этом подробнее кому оно пригодится естественно для каких-то больших систем вы можете использовать данное устройство и хранить архив по состоянию аккумуляторов ну и также если у вас радиостанция профессиональная без дисплея вы всегда можете прочитать данные о своем аккумуляторе через данное устройство чтения также есть еще адаптер называется он NNTN 7677 он подключается к многоместным зарядным устройствам Motorola которые поддерживают технологию IMPRESS тоже ну шестиместные зарядные устройства обычно ну давайте тогда начнем сейчас вот с NNTN 7392 а потом подробнее уже остановимся на программном обеспечении так что у нас идет в комплекте с NNTN 7392 это сам стакан в который ставится аккумулятор либо радиостанцию в сборе шнур для подключения данного стакана к компьютеру имеет он стандартный разъем USB для компьютера и для стаканчика имеется разъем mini USB далее идет три вставки для использования разных радиостанций и аккумуляторов соответственно вот для допустим PMNN 4491 сейчас самая популярная наверное батарея от профессиональной серии 4000 нужно использовать вот такую вставочку для того чтобы плотно батарея вставала на контакты соответственно каким образом это все устанавливается мы вгоняем в полозе и до щелчка опускаем вставку соответственно после этого батарея вставляется сюда без проблем все стоит ровно и читаются данные буквально 1-2 секунды если у вас программа обеспечения установлена программа обеспечения также идет в комплекте на диске но можно его скачать с сайта Motorola оно там также доступно для скачивания без всяких регистраций далее давайте я по корпусу тогда пройдусь в переднюю часть вставляются вставки если это необходимо сзади есть информация о статусе работы данного устройства снизу точнее и сзади у нас установлен порт мини-USB для подключения к компьютеру все больше здесь ничего нет так теперь самое интересное какие данные мы можем подключить при подключении данного устройства чтения и аккумуляторные батареи серии IMPRESS на первой странице то есть программное обеспечение у нас устанавливается под операционную систему Windows у нас стоит семерка никаких проблем с установкой драйверов и программное обеспечение не возникло все поставила с автоматом в верхней части у нас считывается серийный номер аккумулятора модель аккумулятора химический состав и поддерживает ли он технологию IMPRESS то есть зеленым показывает если IMPRESS технология поддерживается далее у нас идет текущая емкость аккумулятора насколько аккумулятор разряжен и номинальная емкость то есть сколько процентов от номинальной емкости это составляет в процентах то есть в данном случае у нас аккумулятор разряжен до 85 процентов номинальная емкость у него чуть ниже соответственно 89 процентов от номинальной емкости это составляет далее вот второй столбик 1775 миллиампер час то есть это данные о ёмкости не только в процентах но и в миллиампер часах часах соответственно потенциальная емкость тоже в миллиампер часах заметьте что 2097 потенциальная емкость мы своим устройством отдельным данную батарею замеряли получили 2094 миллиампер часа то есть для будущих тестирования аккумуляторов это является дополнительной проверкой то есть у нас наше оборудование под показывает емкость совершенно верно далее в этой строчке в следующей во второй колонке идет номинальная емкость и какая была начальная емкость при их инициализации батареи ну то есть какая емкость была с завода далее мы видим дату производства 13 июля 2019 года видим дату первого использования также как и в радиостанции эта дата совпадает далее сколько дней прошло с момента последнего восстановления либо калибровки батареи то есть как видите 154 дня и сколько дней прошло с момента последнего изъятия батареи из зарядного устройства импресс зачем эта дата нужна то есть импресс если вы ставите аккумулятор в зарядку то он опять же благодаря технологии импресс поддерживает емкость аккумулятора в постоянно заряженном состоянии соответственно эта дата тоже важно то есть вы вынули данный аккумулятор из зарядного устройства также 154 дня назад обратите внимание что за 154 дня емкость упала всего лишь на 15 процентов то есть это отличный результат далее еще какие данные на первой странице сколько всего мы заряжали данный аккумулятор в импресс именно зарядки то есть один раз он заряжался далее также если вы заряжали аккумулятор импресс но в обычной зарядке то он также покажет сколько циклов заряда было в обычной зарядке соответственно сколько раз было проведено была проведена калибровка и восстановление батареи и и сколько остается до следующего восстановления калибровки опять же здесь еще motorola предлагает что нужно с этой батареей сделать ну то есть советует ее откалибровать на вторую страничке данного программного обеспечения уже не так много данных то есть эта версия прошивки импресс 3.4 у нас даст батарея была полностью заряжены или нет какая была последняя индикация после установки данные батареи зарядку далее температура фаренгейтах и в градусах цельсия текущая у батареи и текущий вольтаж но и здесь на графике показывает гистограмму сколько количество циклов было заряда-разряда батареи далее ведется лог также по установленным батареям соответственно вы всегда можете посмотреть файлы csv какие батареи ставили какой серийный номер у них был какая емкость ну то есть все вот эти данные они в csv файле сохраняются также вы можете сохранить свой файл именно по конкретной одной батареи также формате csv и использовать в каком-то своем программном обеспечении ну например там на php это свободно можно сделать использовать то есть какую-то строчку какой-то столбец и для каких-то данных ну то есть написать свою программу допустим архива или база данных по аккумуляторам это тоже принципе удобно и пригодится так попробовали мы еще батарею не импресс от серии четырехтысячный пмн 4412 она называется когда мы вставляем в устройство чтения просто выдается ошибка что батарея не импресс то есть с обычными батареями данное устройство не работает так ну давайте выводы тогда сделаем устройство очень интересно то есть впечатляет что она так быстро считывает данные и что настолько подробно состояние аккумулятора можно узнать буквально две секунды не так как мы делаем своим оборудованием ждем сначала полностью заряжаем батарею потом ставим ее на разрядом допустим полу ампером ждем в зависимости от емкости там 45 часов чтобы узнать реальную емкость батареи здесь же данные можно прочитать буквально за пару секунд но опять же если батарея новая то данные прочитаны не будут то есть она хотя бы один раз должна побывать в интеллектуальном зарядном устройстве импресс для того чтобы считать данные иначе просто пишется что состояние аккумулятора новая ни разу не заряжалась и потенциальная емкость такая это номинальная емкость такая это у данной модели аккумулятора больше никаких данных нет то есть данные не хранятся в самом аккумуляторе только после зарядки они там появляются сохраняются вот но я не знаю конечно для однозначно будет очень полезно данное устройство для тех у кого большой парк парк станции но либо это устройство одноместное либо адаптер тогда к многоместному зарядным устройству на кого пара станции конечно тоже интересно смотреть состояние аккумулятора но возможно это будет дорогое удовольствие конечно потому что я ссылку дам на устройство чтения но стоит прилично у кого есть вопросы задавайте в комментариях кому видео понравилось ставьте лайк и подписывайтесь на канал всего вам доброго это viva telecom до свидания